Бля, мне так хуёло после вчерашнего. Всем привет, меня зовут Тёма Лэй, это мой первый живой блог. Зачем ты его завёл, я сам пока не знаю. Я сейчас нахожусь в прекрасном городе Москва, и мы сейчас идём на самую тусовочную вообще студию, где происходит постоянно движ. Итак, смели за мной, поехали. И вот мы уже поднялись в подъезд, я думаю, что не нужно было описывать это. Между прочим, уже сразу какие-то вот знаки появляются, что мы идём на Advanced Home Label. Тут уже оповещение, что мы идём в правильном направлении. Пойдём, нам осталось ещё совсем чуть-чуть. Я даже падаю, у меня ноги подкашиваются. Пойдём, пойдём. Знаете, любой театр начинается с вешалки. Advanced Home Label начинается с дверей. Это очень крутая фишка. Пойдём дальше. Тут вон люди уже какие-то ходят. Эй, Ди! Йоу, лё! Йоу, йоу, йоу! Чё как, нигер? Здорово! Здорово! А если нас будут смотреть чёрные? Это Кёрли Рогу ещё, между прочим. Помаши ручкой в камеру. Отец Крюгейза и Ди Мтрэпа здесь. Делаем второй альбом, там впереди ещё будет отрывочек того, что произошло. Эксклюзивы, эксклюзивы, везде эксклюзивы, дамы-господа. Всё круто. Advanced Home Label, пойдём посмотрим, как она выглядит. Пойдём, глянем. Так, окей, Ди, слушай, давай ты нам маленько объясни, что у тебя здесь. Ну, здесь, короче, на самом деле ничего особенного. Этот набор, он даже, в принципе, не является профессиональным в полной мере. Вот. А с момента до ремонта и после ничего не изменилось в техническом плане. У меня также в 80-х годах колонки Кэнтон. А у меня деланный руками усилитель для них. Вот. Не моими, поэтому гордиться лично не нечем. Вот. Но что ещё? У нас здесь предусилитель, джоймик, который очень-очень сильно всем советую. Он хорош тем, что он компрессирует ещё ко всему звуку очень мягонько. Вот. DSR-ом я не пользуюсь железным, потому что это, ну, опасно, если ты чуть-чуть не докрутишь или перекрутишь. Но эквалайзер почти не трогаю. Это хорошая вещь, которая в комплексе даёт весь, в принципе, звук студии. Вот. Ну, а так, в остальном, в остальном ничего. Из софта я пользуюсь довольно странными программами. То есть, это Sony Vegas, кстати, для сведения. Все в основном очень сильно удивляются, потому что говорят, что это видеопрограмма. На самом деле она и для видео, для аудио вполне подходит. Думаю, что перейду на NUENDA в какой-то момент. Вот. А продакшен я делаю на Propeller Head Reason уже больше 10 лет. Так что, надеюсь, когда-нибудь они дадут мне свой спонсорство. Чуваку, очень много незнакомых слов. И, кстати, карандаш, если ты случайно это посмотришь, ну че случайно. Я не ворвал у тебя идею профессии рэпер. Просто серьёзно так получилось. А сейчас, поскольку я никогда не записывался на студию, сейчас будет маленький такой опыт. Да, вот здесь, на самом деле, это не просто квартира здесь есть. Да, здесь же... Необходимые условия для записи. Здесь же целая студия, мать его. Просто посмотри. Просто, блядь, посмотрите на это. Между прочим, тут всё фирменное. Вот здесь вот как... Ну, всё вообще. Да, причём мы здесь спим иногда. Да, здесь очень классно спать. Да, здесь очень классно спать. Самое тихое... Самое... Кёрли оставался у меня, и он спал здесь. Самое тихое просто место ever. И сейчас, сейчас мы попробуем что-нибудь записать. Я хочу сделать сниппет для запортных дублей. Это, ну, что-то типа моих анкатов. И, ну, такое же смешное, вы не переживайте вам. Обязательно стоит послушать это дерьмо. И сейчас мы маленечко поэкспериментируем. Ай, язык мой, враг мой. Йоу, чукак, меня зовут Тёма Элэ. Вы слушаете новую часть запортных дублей. Advanced Home Label, ты знаешь, о чём я сын. Прэ, сомнисленный рэп. И на этом мы, как бы, покидаем студию Advanced Home Label. И вот мы теперь, дорогие друзья, на Faces and Laces. Прямо за мной. Отличный фестиваль уличной культуры. Сейчас мы пройдёмся, посмотрим, что там есть. Я, может, расскажу вам про что-нибудь. Может, познакомимся с кем-нибудь. И кто-нибудь, может быть, даст интервью. Я не знаю. Дикей! Дикей, как вот ты думаешь, что первым стоит посмотреть на Faces and Laces? Во-первых, надо обязательно посетить стенды наших людей. Начнём с того, чтобы просто из уважения, скажем так, поддержать свою тусу. Ну, это с Home Label здание. Вот. Увидеться со всеми классными людьми. Обязательно посмотреть тачки. Я был здесь вчера. Ребята, сегодня советую посмотреть на Волге и Лоурайдеры. Это невероятно. Обязательно сходить на Street Beat. Там тоже играет наш человек, диджей Антон. Легендарный российский диджей, торнотаблист. В общем, тут кругом наши. Здесь кругом наши. Да, я встретил вчера человек 50. Здесь очень крутая музыка. В общем, всем очень советую. Вон, наша крю маленькая здесь. Она разбежалась. Короче, сейчас мы зайдём и посмотрим, что там есть. Поехали. Слушай, короче, тут уже, чё-то уже началось бешеное. Там очень-очень много людей на самом деле. Я, конечно, как чувак из Нижнего, очень иногда теряюсь в такой большой толпе людей. Очень, кстати, давно не снимал видео на камеру. Чисто такой, знаешь, а неподготовленный пиздёж. Это очень-очень легко на самом деле. Ребят, мне надо писать сценарий. Я с монтажом не буду особо зарабатывать, запариваться, точнее. Ну, очень круто, очень легко. Так нравится. Просто идёшь, пиздишь на камеру. Это так легко, ребята. Теперь понимаю, блядь, практически всех блогеров нахуй. Убился в самой мероприятии, собственно. Да-да-да. Давай ускоримся и посмотрим, что там есть. Пока не знаю, где рассмотреть, у меня глаза разбегаются на самом деле. И вот мы пришли. Сорватик, сорватик. И сомнительный рэп. Еееее. Салют, сомнительный рэп. Здорово. Как дела? Отлично, слушай. Короче, первый блог Лэй записываю. Расскажи, что происходит вообще. Вообще здесь происходит розыгрыш. Отвентион жопа. Я говорю, ты сегодня пятисотый раз. Вообще, на самом деле, ты можешь выиграть салют, дружище. Нет, ты не можешь выиграть салют, дружище. Ты можешь выиграть либо кепку, либо одну из этих прекрасных шапок. Труспин. Розовую. Хватают все парни, я уверен. Так вот. Спахивает, братик. Да, короче. Всё, что для этого нужно, нужно заполнить вот такую небольшую анкеточку, где надо написать имя, фамилию. А, кинуть банку и оказаться здесь каждые полчаса. Чувак, чувак, а ты можешь, короче, я вот уголочек загну-ка, и ты мне вытащишь тушку, ту самую, короче, можно? Да, да. Отлично, отлично. Господи, какой же я ЛСП-подобный. Да, 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 кстати. Мне нужно больше денег. Безумие! Это безумие! Люди смотрят на меня, скорее всего, как-нибудь весело, потому что я разговариваю типа сам с собой, и, наверное, они будут правы. Погоди, я понять не могу, что они делают. Не знаю, я бы на их месте нарисовал бы огромные члены, победил бы определенно. Специально для SWAG. SWAG штурмовиков из пенсионеров представлено. Разнообразные шлемы. Я прям чувствую, как только-только сохнет краска. Видимо, сделали недавно. Или это где-то рисует граффити. Разнообразные шлемы тут же опять есть под кухламу. Я не знаю, я бы навряд ли назвал кухламой. А тут люди что-то смотрят. А, они смотрят звездного или, видимо, это в прямом эфире прямо сейчас? Фух, окей, ну, пока что на этом все. Нам нужно возвращаться на конкурс. Ну, вот сейчас уже начался конкурс, уже начался конкурс. И сейчас мы посмотрим, выиграл я что-нибудь или... Все, тогда, а такой вопрос теперь. А кто будет достать? Давай я, давай я. Дай мне. Ну, давай пусть он сомнительный рэп достанет, пожалуйста. Руки у тебя не жарноватого будут? Я вот так вот стою. Эй. Ну, давай, давай. Не подглядывать, не подглядывать только. Аккуратнее, аккуратнее. Такой груз ответственности на мне, знаешь. Редькин Александр. Жаль, не Николай. А, это ж я, это ж я. Да, что ты, да. В общем, короче, я, как всегда, неудачник. Ничего, блядь, не выиграл. Ну, не знаю, может, подойдет через полчаса. Ну, не знаю, хотя бы розовую футболочку. Мне можно достать как утешительный приз. Здесь очень классная музыка. Здесь все очень круто. Но они... Посмотри просто на эту дерьмо, чувак. Это реально хуня. Это реально хуня. Пойдем дальше. Ты просто посмотри, там вертолет, там, блядь, вертолет. А, да? Мало того, что вертолет, это еще и Запорожье, дамы и господа. Это очень интересно. Так, давай попробуем продвинуться. Продвинуться. Тут, вон, девчонки шурму едят. Везде едят шурму. А тут, дамы и господа, тут, блядь, прям шьют на ваших руках. Здесь вот есть маленькая пиньята, видимо, по всему, но русскую есть. Ее мне никто, наверное, и не даст. Чувак, ну это не пиньята. Так, давай посмотрим дальше. Здесь прямо на живую бьют тату. Прямо здесь, прямо на улише. А здесь готовят черный бургер. Смотри, там черный бургер. Черный бургер. Чуваки, чуваки, а почему именно черный бургер? Это протест какой-то или фишка? Нет, нет, наоборот, наша фишка. Мы же бейхели by men, мужики, печем булки. Давай бедюлю. Там типа написано, покажи сиськи и получишь бесплатный лимонад, но только для женщин. Хотя, не знаю, у меня грудь, ну как бы первого размера. Я думаю, она могла бы сойти за женскую, если бы не мои волосатые соски. Кто-то, блядь, посередине парка взял и разобрал, блядь, машину, серьезно. Посмотрите на это дерьмо. Это Москва, чувак. Здесь взяли и разобрали, блядь, машину. Просто начистою взяли и разобрали. Что здесь круто? А что самое крутое здесь? Здесь очень много классных людей и, не знаю. А помимо, вот именно сам стенд, на что бы стоило посмотреть? Мне очень понравились деревянные очки. Деревянные очки? Да, и еще там можно сделать свой жук, разукрасить. Тоже прикольно. Слушай, я загляделся, слишком на тебя врезался. Передай на камеру привет ЛАТВ и сомнительному рэпу в частности. Передаю привет. ЛАТВ. Сомнительный рэп. ЛАТВ, сомнительный рэп. Давай, скажи. ЛАТВ. Давай, ты сбраешься. ЛАТВ. ЛАТВ. А, ЛАТВ. И сомнительный рэп. Сомнительный рэп. ЛАТВ. Передаю привет ЛАТВ и сомнительный рэп. ЛАТВ. 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 О, чувак, вот теперь мы идем направо. Двигаемся дальше, и мы нашли очень крутую тему. Блядь, сколько людей же здесь ходит. Очень-очень крутая тачка розового цвета. Все, ну просто диски, это просто какой-то улет. Вот, сейчас мы попробуем снимать как-то издалека, но из-за бешеного количества людей. Это очень тяжело. Огонь, огонь. Просто, просто секс. Эй, ЛА, это все молодое говно. Подумайте, я тебе реальным трушным машинам рэппера. Пойдем. Это американская классика, мать твою. Это Американская. Это понтиак. Хорошая. Фонда развития шоу-босса, это, типа, бекрашен босс? Я не думаю, что это его. Это очень круто выглядит, она как будто в подарочной упаковке, типа, всем в детстве дарили машинки, а тут ты просто выходишь, смотри, я купил тебе машинку, ты выходишь к подъезду и такой, нихуя себе. Как же, как же я его по дому буду катать. Как меня сейчас, Дикей меня ведет, короче, к чуваку. Вот он. Блин, привет, да. Блин, чувак, твой выпуски просто бесподомный. Да, спасибо. Передай привет сомнительному рэпу на камеру. Привет сомнительному рэпу, Бенни Бакс на связи. Нет. У тебя очень крутые усы. А, спасибо. Вообще, вообще, очень крутые. Спасибо, спасибо. Крипи Свитс тоже на связи, Advanced Homey Label, мы всегда в теме и на связи. Москва. Вот, понимаете, везде уже, везде вот началось. Приехал в Москву, этот бешеный популярный, суки, наркотики и так далее. Прямо уже начинает надоедать. Ладно, мы еще сейчас походим и что-нибудь еще интересненькое найдем. О, кип-хайр-лап-хайр. О, подарю ламбарь. Ух, пойдем. Очень живописный, такая площадочка. У меня почему-то есть смутное ощущение, что, блядь, я нужно разуться здесь, а то я выгляжу как быдло. Знаешь, здесь было бы очень можно приколоться и поставить табличку, в газон не ходить прям, блядь, в середине. И танцуй, слышишь меня, танцуй. Это панацея от любых дешевых пунктов. Конечно, каждому свое, это бы спорно. Кому-то нема, палатка, кому-то дома и порно. И если больно, люди сильно пожуты. Чувак выглядит очень счастливым, такой весь, жаростный парай, но он, ведьма, никогда не наступал на Лего до этого. Я думаю, это случится и он перейдет в какой-то жесткий пост-рок, мне кажется. Так, двигаемся дальше. Привет сомнительному рэпу от IQ. Читайте рэп хорошо и угорайте над всякими сомнительными рэперами вместе с нами. Чем больше мы будем над ними угорать, тем больше их будет на просторах интернета и больше поводов будет посмеяться над всякими МС Анютами, Дёртимонками. Кто там еще есть, я просто не слежу. Слава Богу. Короче, понимаешь, сомнительный рэп уже в тусовке. Уже просто фейс и лейс, а сам рэп, а лейтв, ты знаешь, о чем я. Мы вернулись, короче, к тому, с чего начали. Снова 21-й шоу. Снова вечные розыгрыши. Ты выиграл, но ты проиграл. Почему? Да как? Потому что ты не подошел. Да блин, да. Так вот, аааа. Нужно написать здесь имя и фамилию. Твою мать, да что за говно. Первый раз, я первый раз видел что-то и проебал одновременно. Здесь, короче, уже свечерело. Сейчас тут вообще дикий двиз. Там вообще черные парни просто берут и качают все, вообще всем ахуе, всем круто, всем нравится. Вот он, вот он. Ты должен мне шапку, чувак. Ты должен мне блядскую шапку. Я не знаю, что там. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Это дерьмо. Делайте хорошую музыку и слушайте это. Все будет круто. Я отвечаю, пацаны. Сомнительный рэп, пацаны. Сомнительный рэп. Еееее. Да, сука. Ты знаешь, отчетку. Я бы снял побольше, но у меня просто садится камера и кончается память, короче, на флешке. В общем, короче, это был весь Races and Laces. Было очень круто. Кто не посетил в этом году, очень советую приезжать, короче, в следующий. У меня уже заплетается язык. Я очень сильно, на самом деле, устал. Но очень крутая тусовка. Всем, короче, большой бигап, кого видел. Иииии, что я вам еще могу сказать. Это был, короче, Тёма Лэй. Пишите в твиттере с хэштегом Тёмка ВМСК. Там, я не знаю, с хэштегом Сомнительный рэп и так далее. Я вас, в принципе, на этом покидаю. Ну, а в конце вас ждет эксклюзив от DK Drammaster и Curly Rock'a. А я вас с вами прощаюсь. Москва, я люблю тебя. Это видео. Субтитры сделал DimaTorzok